В принципе, если говорить о аниматорах, которые делают ключевую анимацию, можно еще посмотреть фрагмент из сериала «Birdie the Mighty Decode», который знаменит тем, что там собрали всю вот эту вот желторотую молодежь, которая рисовала всякие веселые гирки порнографические на 4chan, и заставили их работать на настоящем профессиональном проекте. И вот это вот как раз сцены, которые у них получаются. Насилие, злоба и ненависть. Кто боится «Birdie» и всем поможет. Это, опять же, кстати, Рю Дима делает. Один человек. Получается такая, в общем-то, авторская анимация, да? Хотя, обычно, под авторской анимацией немножко другие вещи подразумеваются. Чаще всего, когда рисуются мультипликаты для аниме, звук уже записан. Или сейв записывается по наполовину готовому мультипликату. То есть, такого, чтобы, как на Западе, когда сначала сидят какие-то звезды и записывают такую речь, потом аниматоры пытаются попадать в артикуляцию, рисовать. Такого нет. То есть, часто сейв озвучивают уже вот по таким вот картинкам. То есть, примерно видно, как открывает рот, и сейв уже стараются попадать именно вот в эти вот сцены. То есть, очень часто сейв, когда записываются, они видят примерно вот такую картинку. То есть, они даже не знают, там, какого цвета их персонаж в сериале. Ну, вот здесь вот будет эта же сцена в финальной версии. То есть, все было, на самом деле, вот так. Откровищая бездуховность. Сейчас мы Бёрдой дождемся. Она ломит этому чуваку. Надо восстановить справедливость. Она придет и молча поправит все. Вот. Чтобы понимать, как вот японцы дошли до жизни такой, потому что там вплоть до конца 50-х японская анимация, в общем, копировала Диснея. И развивалась примерно так же. То есть, сидела студия Таэ, где сидели люди, которые росли на книжках вот диснеевских старцев, этих вот аниматоров, и старались максимально приблизиться к диснеевскому стандарту. То есть, плавные анимации, поющие животные и, в общем, такие детские фильмы. Но потом возник, во-первых, Усума Тедзука, который начал рисовать мангу, очень кинематографичную мангу. И, естественно, его первые опыты по производству аниме на основе этой манги, они, в общем, сильно отличались от того, к чему привыкли люди, которые там росли на западной анимации. Потому что вот тот же Астробой, например, у меня тут сейчас с собой ролика нет, но если вы видели на Ютубе какую-нибудь старую запись Астробой, там видно, что он совсем схематичный, он движется, буквально там разговоры, там просто статичные кадры, только рот шевелится, там иногда, может быть, моргнет. И там иногда несколько раз за серию он может куда-нибудь летать, что-нибудь там стреляет из задницы, из своей пушки. Но в основном он очень статичный, это буквально оживленная манга, то есть вот ездят картинки из манги, говаривают друг с другом. Но это все продолжалось не очень долго, потому что к концу 60-х возникла такая новая поросль аниматоров, которые решили, ну, что такое конец 60-х? Это вообще по всему миру были большие изменения. В Америке сексуальная революция, там хиппи, студенческий протест. Во Франции, в Японии тоже там студенты захватывали кампусы университетские. И, ну, Миндзаки в то время был, в общем, марксистом таким яром. Ну и, соответственно, молодые аниматоры попытались как-то вот сбунтоваться против этой диснеевской системы и начали рисовать совершенно другую анимацию, которая, в общем, не была похожа на то, что все видели до этого. Она была по-прежнему лимитированная, то есть довольно мало кадров, но при этом она была очень экспрессивная. Вот если посмотреть сейчас вступительный ролик аниме «Тайгер Маск», это сериал 69-го года. Его вот этот опыт интересовал Каити Рокимура, такой специалист по динамической анимации. Вот если... да. Вот, правильно. Это сериал борца в «Маске тигра». Вот видите, практически нет никаких статичных кадров. Все в движении, все в таком графичном, очень геометрическом вот эти вот тела борцов. Сколько слогов в слове «Маске тигра». Вот, злой так всегда в «Маске тигра». То есть вот сцены боев были анимированы очень необычно по тем временам. И это все оказало просто огромное влияние на человека по имени Иссинори Канада. Он в конце 60-х был студентом и очень вдохновился как раз работами Киити Рокимуры и попытался как-то развить вот этот вот экшен-стиль. К сожалению, Канада, он умер в 2009 году, но все вот нынешние такие аниматоры-профи говорят, что он повлиял на профессионалов не меньше, чем Тедзуко повлиял на художников манги. Потому что Канада, он создал совершенно собственный уникальный стиль. Вот этот вот... Спасибо. Это фильм «Бёрз» 1984 года. Он у нас известен был как «Мир талисмана». Это режиссерская работа Канады. Он здесь выступал и режиссером, и режиссером анимации, и дизайнером персонажей, и там чуть ли не сценаристом. То есть это вот настоящий Канада, как он есть. Очень такие жирные черные тени графичные, какие-то интересные ракурсы, искажения перспективы. То есть вот максимальный драматизм картинки. Очень много спецэффектов. То есть дым, огонь, пламя какие-то, следы инверсионные, там лазеры, там не просто там полосочка летит по экрану лазера, а там вот совсем все круто. И, конечно, очень динамичная камера, которая не стесняется там облетать персонажей, смотреть на людей с каких-то там неожиданных ракурсов. Вот это все сейчас воспринимается как, ну да, анимо такое, в общем, и есть. Это и есть анимо. Но на самом деле, когда вот это все снималось, анимо было немножко другим. Оно было гораздо более статичным, гораздо более скучным. И фильмы, и анимация там сцены, которые делала Канада, он не только там режиссировал какие-то вещи, он делал маленькие сценки в Гандаме, он делал что-то там рисовал для Маккорса, он очень много спецэффектных сцен делал в разных анимо-сериалах. Вот. То есть он очень сильно повлиял на молодых авторов того времени. И сейчас мы увидим, как они вольны или невольны, скорее всего, конечно, вольны, и стараются копировать его стиль. Вот. Ну тут длинный клип. Ну, а...